Добрый день! Компания Viva Telecom приветствует вас! Сегодняшний видеообзор мы посвятим комбинированному термометру серии PocketLine. Это термометр теста 810 модели. Данная линейка представлена несколькими приборами. Все они выполнены в едином стиле, в едином корпусе. Единственное, что их отличает, это измеряемые параметры и, соответственно, сами сенсоры, которые находятся под защитной крышкой. Данная линейка – это бюджетная линейка приборов. В нее входят такие приборы, как термометры. Вот в данном случае у нас термометр комбинированный. Так и анимометры нескольких моделей, тахометр входит в эту линейку, люксметр и влагомеры различные для древесины, например. Сегодня же мы поговорим о комбинированном термометре. Он поставляется вот в такой упаковке. В этой упаковке пластиковый блистер, в котором находится сертификат калибровки завода-изготовителя. Также инструкция пользователя на русском языке. Она нам еще понадобится, потом укажу, зачем. Далее здесь находятся у нас элементы питания, две мизинчиковые батарейки, чехол для хранения и транспортировки прибора, наручный ремешок, ну и, соответственно, сам прибор. Сам прибор у нас выглядит вот таким образом. Сверху защитная крышка, она достаточно плотно к прибору присоединяется. Прибор вот такой вот маленький, компактный очень. Сверху у нас идет два сенсора, как я уже сказала, прибор на скомбинированный. Вот этот сенсор, он, это сенсор ИК-измерения инфракрасных температур и поверхности. Вот этот сенсор у нас, как бы вам его показать, вот он маленький такой. Это сенсор температуры воздуха измеряемого. Сзади у нас батарейный отсек, под крышкой две мизинчиковые батарейки, я их уже установила. Ну и дисплей с тремя кнопками управления. Как начать работать с прибором и что нам нужно, какие параметры установить? Я вам сначала рекомендую произвести долгое нажатие на кнопку включения. Вот мы видим, также я нажму еще раз на эту кнопку, чтобы включить дисплей, чтобы было лучше видно. Вот мы перешли в режим конфигурации прибора и видим, что мигает у нас кнопочка, вернее символ температуры. Кнопкой вот этой вот левой крайней мы можем поменять, либо Цельсия установить, либо Фаренгейт установим Цельсия. Далее кнопочка мод, нажимаем на нее, у нас здесь начинает мигать следующий параметр. Мы тоже его можем отключить, либо оставить активным. Это у нас параметр измерения дифференциальной температуры между температурой поверхности и температурой воздуха. Тоже мы его оставим. Далее, следующий параметр это установка коэффициента излучения поверхности. То есть нам для более точного получения температуры поверхности, нам нужно выставить соответствующий коэффициент излучения поверхности. То есть, например, измеряем мы температуру поверхности древесины. Мы должны установить соответствующий коэффициент эмиссии. Также вот инструкция, для чего я оставила ее. Здесь у нас есть вот такая табличка небольшая. Более подробную табличку вы можете найти в интернете, к примеру. Здесь у нас два столбика. Левый столбик это материал измеряемый. И правый столбик это соответствующий коэффициент эмиссии. То есть его необходимо установить все-таки для получения более точных параметров. Так, коэффициент эмиссии. Как его установить? Мы видим, что у нас мигает первое число. Тоже кнопочкой, стрелкой мы меняем либо на 0, либо на 1. Нажимаем на кнопку мод, у нас начинает мигать следующая цифра. Тоже этой же кнопкой меняем ее значение. И, соответственно, последующая, последняя цифра при нажатии кнопки мод начинает мигать. Мы также точно в таком же порядке ее можем изменить. Мы оставим стандартный коэффициент излучения, который установлен во всех практически приборах, которые измеряют температуру поверхности. Это стандартный параметр 0,95. Оставим его. Далее, следующий параметр, последний. Это автоотключение прибора. Этот режим у нас тоже включен. Если мы его хотим отключить, нажимаем на стрелочку и мигает значение OFF. Но мы его оставим. Этот параметр нужен для того, если мы не пользуемся прибором в течение 10 минут или более, он автоматически у нас отключается. Далее, это был последний параметр конфигурации. Нажимаем опять на кнопку MODE и видим, что у нас прибор вышел в режим измерения. AIR у нас написано в левом нижнем углу. Это значит, что мы измеряем с вами температуру воздуха. Как нам измерить температуру поверхности? Берем прибор, направляем его на нужную поверхность. У нас вот эта крышка стола. И нажимаем на кнопочку, на стрелку. Вот мы видим красную точечку лазер. Это значит, что мы в этой точке проводим измерение поверхности. Отпускаем эту кнопочку. Что мы получаем в дисплее? Верхнее значение. Это температура измеряемой поверхности нашего стола. Левый нижний угол. Это температура воздуха. И правый нижний угол. Это дифференциальная температура. У нас мигает кнопочка, вернее символ hold. Как мы видим. Это значит, что прибор сразу же после измерения температуры поверхности, он наши параметры зафиксировал. То есть он сейчас в режиме фиксации. Он не проводит сейчас измерения. Что дальше? Мы можем, нажимая на кнопочку hold, менять этот параметр hold. Например, сейчас у нас мигает значение max. Это значит, что мы видим максимальные измеренные значения после включения прибора. И также минимальные значения после включения прибора. Чтобы дальше начать измерения, мы опять нажимаем на кнопку hold, вернее mode, извините. И прибор у нас опять вышел в режим измерения. То есть вот у нас показывается температура текущая воздуха. Чтобы отключить прибор, мы нажимаем, производим долгое нажатие на кнопочку включения и выключения прибора. Все, все функции прибора данного я вам рассказала. Если что-то осталось нерассказанным, вы можете всю информацию прочитать, изучить на нашем сайте. Там же есть и фотообзор данного прибора, и видеообзор. Этот вы можете посмотреть еще раз. В принципе, все. Вот такой у нас прибор. Надежный, внесенный в госреестр. При желании вы можете его поверить в любом метрологическом центре. Данные приборы практически всегда находятся у нас на складе. Вы можете без проблем его приобрести. Также мы предоставляем услуги поверки. Они оплачиваются отдельно. Обратите внимание. Все. Спасибо за внимание. Если вам понравился наш видеоролик, ставьте лайк. Подписывайтесь на наш канал. Мы будем очень рады. Спасибо за внимание. До скорых встреч. До свидания. До свидания. Продолжение следует...